Так, девчонки, всем привет! Очередная планерочка наша, даже можно сказать не планерочка, а просто беседа. Сегодня я даже понятия не имею, о чем я буду говорить. Это такая, ну, экспромт. Вот. Просто хочу сейчас вам рассказать, как я работаю, как у меня рабочее место организовано. Значит, мы сейчас общаемся с лидерами не только в Телеграм, мы теперь общаемся в WhatsApp, мы сделали себе WhatsApp чат, общаемся голосовыми сообщениями. Очень мне понравилось, очень много информации мы друг другу даем, общаемся на тему любые, то есть вот что приходит в голову, мы вот допустим рассуждаем, помогаем друг другу. Вот. Надо будет своим новичкам всем говорить, чтобы они стремились вот именно попасть в этот чат, потому что очень интересно. Мне само интересно, я получаю очень много интересной информации от вас, ну, я думаю, что и вы от меня тоже. Вот. То есть я считаю, что мы этот чат будем продолжать и будем туда добавлять людей, и я думаю, что люди очень будут мотивироваться, наши новички будут мотивироваться тем, что будут слушать нас, но, естественно, будут подключаться сами. Значит, ну что, по итогам второго каталога, второй каталог закончился уже у нас две недели назад, осталась неделька третьего каталога. Второй каталог молодцы, конечно, очень-очень большие молодцы, закрепили все свои знания, звания, но сидим на одном уровне, нужно срочно бежать вперед, срочно просто. Вот. Мне пришло, пришло письмо на почту о том, что, вот я сейчас не знаю, попробую я открыть это письмо, показать. Пришло письмо на почту о том, что я попадаю, ну, пока выполнила квалификацию на конференцию менеджера в Болгарию. Попаду, нет, не знаю, хочу, конечно, очень туда попасть. Вот, смотрите, вот такое вот письмо, сейчас загрузится толком. Вот, вторая волна, Болгария. Так, очень у меня интернет такой, знаете, странный довольно-таки. Вот, значит, вы успешно стартовали в квалификацию на конференцию менеджера в Болгарии «Вторая волна», выполнив условия по минимальному рекрутированию и личным баллам. Так, завис у меня компьютер, но это нормально для моего компьютера. Ваш план. Так, ну ладно, может, отвиснет, значит, будем дальше тогда разговаривать. А, значит, что хочу сказать. Чат замечательный, всех стимулируем попасть в этот чат. Вот, по итогам второго каталога, значит, обязательно всем посмотреть планерку Даши Коровиной, обязательно повторять. Я не буду все то, что она говорит. Ну вот, проскочила теперь наверх, ну, елки-палки. Вот, смотрите, видите, период к квалификации, значит, ну и тут мой план по, значит, что мне нужно сделать. Но пока план я выполнила, пока. Так, дальше. Звания мы свои очень хорошо все подтвердили. ЛТО мы делаем все замечательно. Курекрутов у нас уже в этом каталоге минимум есть. Это два. Надо больше. Надо гораздо больше. Два – это минимум. Значит, регистрации нет вообще. Вообще нет. То есть две есть, но они как бы такие, знаете, регистрации. То есть, ну, чисто родственники наши. Новичков на самом деле много. Регистрации у девчонок идут очень хорошие в других командах. Новички есть. Поэтому надо просто себя как-то настраивать, я не знаю, и расти, потому что, ну, схватит уже сидеть на месте, уже достаточно, вполне достаточно. Нужно нам обязательно к лету выйти на всем на уровень 22%, всем, кто сейчас меня будет слушать, вот слушает. Потому что летом у нас немножечко все тормозится, потому что летом люди в отпусках. Летом приходят, хотя летом приходят самые активные партнеры, все ключики, все, кто будущие директора, они все приходят летом. Но летом тормозится у нас немножко работа. Ну, опять же, смотря у кого. Кто-то за лето выходит на директоров, приходит весной и к осени уже директор. Кто-то лето практически простаивает. Поэтому к лету рекомендуют всем выйти на уровень директора, потому что тогда будет проще, будет проще уже говорить о том, что ты и П, что у тебя есть какие-то достижения, что у тебя есть зарплата. Все-таки чем выше звание, тем, естественно, быстрее люди к вам приходят, ну и больше верят. Потому что, как правило, они наблюдают, спрашивают, когда ты человека приглашаешь, спрашивают, а чего достиг ты? Что хочу еще дальше сказать? Почему я вот этот вот решила сейчас записать, именно спонтанно, без всякого плана, без ничего? Я хочу вас, девчонки, простимулировать на то, чтобы вы тоже начинали записывать свои планерки. Неважно, есть у вас сейчас команда личная или нет. Мы все одна команда, и вам каждой есть, что рассказать нам. В чате все общаемся замечательно. У вас очень много хороших мыслей, головы светлые. Я всегда вам говорю, развивайте свои каналы YouTube, привлекайте к себе людей. Говорите о том, что у вас в голове, чем вы живете, что вы хотите людям рассказать. Это наша работа, тоже это часть нашей работы. И просто вот решила, думаю, получится или не получится у меня, вот просто так вот взять и спонтанно что-то вам рассказать. Поговорить, конечно, я люблю, вы это знаете уже. Так, хочу вот что вам рассказать. Хочу сначала вам сейчас рассказать о том, как я работаю. В смысле как? Организация моего рабочего места. Во-первых, у меня есть экспресс-панель. Все, что мне нужно, я сохраняю на экспресс-панель. Так, это мы сейчас уберем. Вот это вот письмо мое. Вот смотрите, вот у меня есть такая вот экспресс-панель. Видите, смотрите. Вот это вот все, что мне нужно, я сохраняю на экспресс-панель. Очень удобно. Я думаю, что я работаю в Яндексе, но я думаю, что на любом браузере такая экспресс-панель есть. То есть, вот моя брендовая почта, мои брендовые странички, сайт, регистрация, форма регистрации моя. Ну, не форма, а на которую, таблица, куда приходят ответы. Вот все мои веточки. То есть, у меня вот здесь вот все, 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 вот у меня тут есть на этой вот экспресс-панели. Мне, когда я захожу на брендовую, мне не нужно ничего никуда вводить. Я просто кликаю на окна, например, и у меня открывается страничка в Одноклассниках. ВКонтакте, Фейсбук и так далее. Вот, значит, мне так удобно, по крайней мере, чтобы каждый день, ну, каждый раз мне вводить новые пароли. Дальше. У меня что есть? Вот, допустим, вот у меня Одноклассники, вот моя брендовая страничка. У меня в Одноклассниках три группы. Вот, четыре даже группы. Вот смотрите, вот у меня в Одноклассниках бизнес-леди группа. Вот, все постики, которые я кидаю на страничку, на свою брендовую страничку, все постики, которые касаются работы, то есть имеется в виду, вот, здесь закрепленная тема у меня, все постики, которые, вот, поздравлялки всевозможные, я всеми этими постиками делюсь вот здесь вот. Здесь у меня вся такая вот моя группа, она про бизнес. Сюда я приглашаю людей со своих рабочих страничек, потихоньку ее, эту группу наполняю. Так, дальше. У меня группа есть, вот, три группы у меня еще есть, помимо бизнес-леди. Как-то давным-давно, я еще когда не работала в интернет, я, у меня было очень много, очень много лазило в интернете, просто так лазило ради интереса. Очень много у меня было красивых картинок сохранено там и всякими, ну, допустим, вот, типа таких вот, знаете, вот, вот, типа таких вот смешных. То есть, ну, их старалась не пошлое, конечно, вот, что-то вот такое вот сохранять. И потом загрузила полностью прям альбомы, были большие, загрузила полностью свои альбомы вот этими вот всеми картинками. И когда уже стала работать, мне пришла в голову такая идея, что чего я буду их хранить, зачем они мне нужны, я их вот сюда в эти группы все поместила. То есть, вот это вот у меня группа, здесь у меня все смешное, все смешное, здесь у меня фотоальбомы, там вот Маша и так далее, и так далее, очень много-много всяких фотоальбомов. Все, что вот интересно и такой юмор, я все помещаю сюда, вот в эту группу. Дальше. Также в эту группу набираю людей со своих страничек, которые рабочие. Еще у меня есть такая вот группа доброго дня и хорошего настроения. Тоже я сюда приглашаю людей со всех своих рабочих страничек, всех, кто добавляется на брендовую, люди сами потихоньку дополняются. Здесь у меня очень красивые картинки, то есть я их сохраняла, очень красивые, позитивные. Здесь один позитив, только один позитив. Очень красивые фразы, у меня прям целый альбомчик, целая папочка есть фразы. Это вот позже расскажу. И, допустим, какую-то фразу я сюда ставлю, интересную, плюс, значит, картинки подбираю по теме. И вот у меня здесь так вот я наполняю группу. Причем группу я сейчас тоже наполняю своими брендовыми постами, которые вот идут именно вот, допустим, позитивные посты брендовые, которые касаются, допустим, природы, чего-то красивого такого вот. Ну вот такое что-то. Тоже я сюда делюсь в эту группу. Вот. Дополнительно привлекаю таким образом к себе внимание. Вот я вижу много, у меня есть очень много тоже собирала я схем, картинок всевозможных, моделей и так далее. И тоже решила, что зачем хранить все это у себя на рабочем столе, в компьютере, зачем это надо, когда вот все это можно сохранить, допустим, сделать такую группу. Но здесь пока не очень много народу. Я сюда никого специально не добавляю. Здесь люди добавляются сами. Просто что вот у меня есть интересно, я сюда, значит, помещаю вот все, что вот, все, что интересно. Сюда я помещаю в эти группы свои картинки, а удаляю у себя на рабочем столе. То есть как бы освобождаю немножко свой рабочий стол. Но это вот по одноклассникам. Дальше. У меня такая же группа вот есть, две группы у меня есть в ВКонтакте. То есть вот это вот карта успеха. Здесь уже закрепленный пост. И здесь у меня тоже такая группа по бизнесу. Здесь у меня все по бизнесу идет. Тоже со своих рабочих страничек. Я сюда добавляла людей, приглашала. Вот коллеги здесь у меня все. И здесь тоже вот у меня такое все, все по бизнесу. Всевозможные статьи, постики разные. Все по бизнесу. Вот. Еще у меня здесь есть группа помощь, две группы у меня в ВКонтакте. В помощь команде Натальи Зубковой. Группа закрытая. У тебя загрузится. Вот она вот эта вот группа информация в помощь. Сюда я сбрасываю все вебинары, которые есть вот новые. Вот только появляются записи вебинаров у нас в чатах. Я их все сюда бросаю. Наверное, здесь очень мало. Сюда добавляют только ключевых партнеров. Ну, то есть те, которые работают реально, которые сделали заказ и работают. Так просто сюда не попасть. Но здесь вот есть все вебинары, все записи, которые вот у нас новые. Здесь очень много информации. Здесь не только записи вебинаров. Здесь вот еще есть обсуждения. Тут и плейлисты по каждой соцсети, ссылочки. Здесь все, все, здесь очень много всего интересного есть. Так что, если хотите, то, пожалуйста, добавляйтесь в эту группу. Она закрыта и отправляйте заявки. Вот моя страничка брендовая в Facebook. В Facebook тоже у меня странички. Я, знаете, как делаю? Я работаю в Instagram. И вот у меня четыре странички получаются. Одноклассники, ВКонтакте, ВКонтакте, ВКонтакте. Вот, допустим, вот это я поделилась с Instagram. То есть фотографировала на... Ездили в город, я сфотографировала внука на телефон. Сразу выставила в Instagram. Потом поделилась в Facebook, ВКонтакте. То есть это очень удобно. Вот таким образом делиться. И, ну, там подредактировала что-то, подправила и все. Так, что еще? Что еще? Значит, смотрите. Еще у меня есть вот такая вот папочка. Вот, смотрите. Значит, у меня есть очень много... На рабочем столе. Вот сейчас покажу, уберу. Вот, Арифлейм, допустим, да? Вот здесь. И когда вот ее открываешь, у меня вот здесь, вот смотрите. И школа новичка, и шаблоны, фразы, теплый круг. Это все вебинары по теплому кругу. Все по стилю жизни. Ссылки полезные. Собеседования. Эти шаблоны собеседований. Пароли, личный бренд. Все по личному бренду. Все вебинары, книги. Все вот ссылки на все сайты, на все аудиокниги и так далее. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. Смотрите, много всего-всего, то, что мне нужно. Допустим, вот у меня есть такой из девчата, да? Допустим. Папочка. Я вот ее открываю. Эти папочки, они у меня вот здесь открыты. Посмотрите, то, что мне нужно. Стиль жизни, из девчата я открыла. Я их вот так вот открываю все. Они у меня вот здесь вот все есть. То есть я в любой момент зашла в любую папочку, посмотрела, что тут есть. Так, здесь закрыли. Вот смотрите, как я это здесь все делаю. Допустим, я какую-то новую фразу нашла, что-то новый постик интересный нашла. Я его гружу вот здесь наверх. Вот здесь наверх, понимаете? Потом следующий постик, еще выше, еще выше. То есть я гружу не вниз, а вверх. Дальше, когда у меня, значит, уходит вот это вот все, нужно поставить какой-то пост. Допустим, а я не знаю, что ставить. Ну, бывает такое, что, вот как вы говорите, не приходит вдохновение. Бывает, что пишешь прямо от руки что-то интересное, за окном сфотографировал погода, какая-то природа, что-то. Если у меня ничего нету, то я, значит, беру вниз, захожу вниз и снизу уже начинаю, копирую вот этот постик я, допустим, к примеру. Закрываю, вставляю его на брендовой страничке, обыгрываю какими-то фотографиями любыми. Вот, и потом этот пост здесь я убираю. И у меня вот еще такой есть бренд статус. И сейчас я вам покажу бренд статус. Вот, вот там я этот постик убираю, там, а здесь я делаю вот так вот, смотрите. То есть я раздел, ну, разделку просто разделяю между собой постики. И тот постик, который я поставила, я его копирую и вставляю вот сюда. Чтобы он у меня не повторялся, потому что, ну, все равно забываешь, ты не можешь все помнить. Чтобы не было такого, что я поместила пост. Через месяц его опять поместила, через неделю опять его поместила. То есть я удаляю там папочки, ставлю его вот сюда. Так, дальше. Что еще у меня? Вот они у меня вот так, папочки все открыты. В любую папочку, какую мне надо, я захожу. Так, дальше. Что у меня есть еще? Еще у меня есть папочка с фотографиями моими всевозможными. Так, сейчас найду, сейчас найду. Сейчас найду. Вот, смотрите. Здесь у меня все фотографии. Вот мои личные фотографии семейные все по годам. Дальше. Вот у меня идут, допустим, здесь визитки, возражения. Даже у меня, знаете, какие возражения есть? Вот, например, вот такие. Идет какой-нибудь вебинар по возражениям. Я просто его копирую. И у меня вот здесь вот прямо слайдики с вебинара с возражениями. То есть если мне что-то нужно, я зашла сюда, все это переписала вручную, добавила там от себя, все это сохранила. То есть, понимаете, вот до какой степени. Все, очень много информации. Дальше. Wellness у меня. Вот здесь картинки только по Wellness у меня идут. То есть, видите, грузится долго. Все, что мне нужно по Wellness, чтобы я потом не бегала, не искала, не вы... Ну, понятно, да, долго грузится. Все, 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 что мне нужно по Wellness. И тексты всевозможные, и слайдики всевозможные. Так, дальше. У меня здесь дальше вот есть демотиваторы всевозможные. То есть, демотиваторы это просто вот... Так, понятно все. Ну, вот не буду я уменьшать. Пусть, чтобы вы видели. Здесь вот такие вот картинки, которые вот мотивирующиеся. Дальше. У меня есть... Так, так, так. Что тут у меня еще есть? Помимо... Ну, что по работе. Просто изображение. Карта успеха я делала. Картинки для групп у меня. Вот красивые картинки сохраняю. Потом в группы добавляю их. Потом у меня есть... Так... Для планерок. Потом у меня есть мотивация. Мотивационные картинки. Мотивация это, знаете... Я просто так назвала папку. На самом деле там у меня вирусные картинки. У меня есть вот такая вот папочка. Сейчас загружу, покажу вам. Вот это вот надписи на прозрачном фоне. То есть, если мне что-то нужно... Я вот сюда накопировала надписи всевозможные. Вот всевозможные. И потом я просто это все вставлю, чтобы мне слайдики делать. У меня вот здесь вот все-все-все-все-все-все есть. И проценты. Вот и всевозможные надписи. Вот так дальше. Что еще? Так, 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 так. Арифлейм. Открытки. Вот открытки у меня. Тоже здесь очень много картинок на прозрачном фоне. Вот, допустим, вот наш логотип. Надписи. Там тоже вот попала надпись. Надо будет убрать ее отсюда. Вот эти вот все картиночки, они все на прозрачном фоне. Они все мне нужны, когда я делаю слайдики. То есть, я сюда зашла, выбрала, что мне нужно. Букеты цветов. Все это можно скачать с интернета. Я все это специально себе заранее заготовила. Дальше. Вот у меня есть такая вот поздравлялки командные. Папочка. Здесь у меня фотографии девчонок, которые к нам приходят. И здесь у меня все поздравлялки, которые я своим девчонкам делаю. Ну, то есть, вам. Я их делаю, потом вот сюда вот сохраняю. Потом отсюда уже беру и отсюда уже вставляю в свои постики. Вам также присылаю. Так, дальше, что у меня здесь есть еще? Ну, по психологии там что-то я уже не помню, что там. Смайлики я тоже собирала на прозрачном фоне. Так, так, так. Вот фоны, допустим. Еще папочка фоны очень интересная. Такую папку я советую вам всем сделать. На любой слайдик, на любое время года, на любой праздник. Здесь у меня вот сохранены все фоны, которые вот мне когда-нибудь пригодятся. Многими я уже пользовалась, многими еще вообще не пользовалась. Не знаю, воспользуюсь куда-нибудь или нет, но они у меня есть, потому что иногда нужно очень быстро сделать картинку. И вот мне вот это вот все очень помогает. Так, ну вот. Вот, в общем, показала, рассказала. Почему я все это вам говорю? Для чего я все это вам говорю? Я говорю, чтобы вы уже имели свою базу информации. Вы уже менеджеры. 9% менеджер уже должен иметь свою обширную базу информации. Чтобы все это нужно сохранять. Естественно, все это не запишешь. Это нужно иметь компьютер, все это сохранять на компьютере. Просто некоторые есть у нас такие девочки, которые, были у меня такие девочки, которые, они надеются на своего спонсора. То есть спонсор поможет, спонсор подскажет, спонсор сделает. Спонсор это информационный спонсор. Да, я могу кинуть вам информацию, пока вас у меня немножко совсем. Когда вас будет много, я просто чисто не успею кинуть информацию вам. У нас есть такие девочки, которые, ну я говорю девочки, потому что у нас сейчас в основном девчонки. Есть, конечно, мальчики у нас тоже, но мужья наши. Но они, наверное, не смотрят. Если смотрят, то мальчики тоже, да, тоже к вам обращаюсь. Есть такие, которые просто вот, чат у нас, телеграм есть, да, вот у нас телеграм-чат. Я уже рассказывала, то есть у меня вот так же телеграм открыт постоянно. Здесь вот у меня все в телеграм, все, все, все сохранено тоже. Доходит до того, что человек задает вопрос, я кидаю в телеграм информацию. Проговаривают информацию в чате, что, пожалуйста, кинула, смотрите. Человек тут же задает опять этот же вопрос, опять этот же вопрос. То есть реально, вот я не понимаю, как смотрит, и человек не видит. Он смотрит и не видит. То есть он до такой степени привык, что ему все разжевали и в рот положили, что он просто реально не может сам поискать информацию. Ну, я считаю, что это совсем не серьезно. И мы пришли сюда работать, и мы все в равных, как сказать, в равных условиях находимся. У меня спонсора не было. Я всю информацию вот эту добывала сама. Все, все, все буквально. То есть все это у меня сохранено, все это у меня накоплено. И я могу вам дать очень быстро любую информацию. Точно так же вы должны эту информацию собирать для себя. И точно так же вы должны эту информацию потом давать своим новичкам. Потому что вы развиваете... Мы каждый раз развиваем здесь свой бизнес. То есть я помогаю, да, я информационный спонсор. Еще раз говорю, я вам помогаю. Но бизнес свой вы будете строить сами. И постоянно рядышком с вами я не буду. Я просто физически не смогу. То есть быть-то я, конечно, буду. Я никуда не денусь. Я постоянно рядом с вами. Но не смогу я постоянно... Ну, вот так вот быть. То есть общаться все мы будем, конечно. Будем встречаться на конференциях. Мы будем встречаться на банкетах. То есть мы будем общаться, дружить. Дальше наши отношения будут уже переходить на новый уровень. Вот как сейчас Таня Новикова проводит, допустим, вот эту мега розыгрыш. Потому что точно так же мы с вами будем собираться и, может, через годик, да, и будем точно так же проводить розыгрыш для своей команды. Будем что-то новенькое выдумывать. Будем что-то... Именно уже как стимули... Будем выдумывать, как стимулировать своих новичков уже, своей команды. Ну вот, в общем-то, я хотела... Я в WhatsApp вам писала, говорила, что я жду от вас предложения, на какую тему нам провести с вами планерку. Так ничего не дождалась. Ну вот, решила так спонтанно вам рассказать о том, как я работаю. Буду еще записывать. У меня в планах записать еще три видео. Как регистрировать стричку в Одноклассниках. Как я работаю в Одноклассниках. И записать, как я... Про БАДы у меня еще очень... Я хочу вам рассказать... Ну, вообще хочу еще рассказать про БАДы. То есть развиваю, конечно, свой канал в YouTube. Начала сначала развивать его не совсем правильно. Накачала, когда вот завела канал, накачала туда очень много чужих видео. Вот такой совет еще. Если вы на канал YouTube накачиваете чужие видео, то есть они, конечно, нам нужны. Там, допустим, такие, как стиль жизни, или там маркетинг-план и так далее. Вы эти видео не ставьте в открытом доступе. Вы их закрываете. Потому что канал YouTube вообще, он должен быть авторским. На нем должны быть только ваши личные записи. Личные записи от вас. Потому что, ну, это же видно, вы или не вы выступаете. То есть это, по-моему, понятно всем. И канал YouTube иногда блокирует такие каналы, где очень много чужого контента. То есть контент должен быть авторским. И поэтому я вам просто советую, когда вы копируете чужие видео, вы сделаете себе плейлисты, вы сделаете их закрытыми. Чтобы доступ к этим видео был только по ссылке. То есть эти видео не будут набирать обороты. Они вам ничего не дадут. Но они будут у вас под рукой. Вы сможете их давать новичкам своим. И под этим видео будут стоять ваши контакты. То есть это понятно, да? Ну вот, в общем-то, все рассказала. Все показала, все, что хотела. Мы тут разговаривали про планирование. Начинаю сегодня вести дневник. То есть вот прописывать. Всем я дала задание написать. Даю задание написать. Значит, за воскресенье, суббота, вот сегодня уже. 100 мечет. Минимум 100 мечет своих. Берем тетрадку, берем листочки, записываем свои мечты. Больше можно, меньше нет. У нас в WhatsApp 4 человека пока в чате. Еще одна новенькая, но она еще пока к нам не подключилась. Она еще прослушивает нас. И все девчонки, которые у нас в чате в WhatsApp, оказывается, они все молодцы. У всех есть мечты, все их прописывают. То есть это все как бы нормально. Теперь задание всем остальным, кто будет смотреть это видео. Кто в моей команде находится, обязательно написать список. Минимум и 100 мечет. Минимум. А в четвертом, и знаете как, значит, задание такое. 100 мечет написать, не меньше. И желательно составить карту успеха. Но карту успеха надо составить правильно. Я найду видео, я кину вам видео, как составлять карту успеха. Я брошу вам шаблончик, такие небольшие, как у меня карта успеха составлена. Это обязательно. Это визуализация наших всех меч, наших планов. Значит, это, ну то есть это даже не обсуждается. Вы знаете, вот мы вчера разговаривали со Светой Комаровой. Она у нас увлекается очень вот этими всевозможными тренингами психологическими. И когда-то давно, когда она еще не была в Reflame, она все это проходила платно. То есть она этим увлекалась, она платила за это деньги. Чем хороша наша компания, что мы не платим ничего для своих сотрудников, у нас все проходит бесплатно. И вот она нам рассказала о том, как бы у меня в голове все стало наконец-то на свои места. Нам всегда лидеры говорят наши, прописывайте свои планы, прописывайте свои планы. Планы должны быть не только в голове, планы должны быть на бумаге. И вот Света нам теперь рассказала, почему планы должны быть на бумаге. Почему это прописывается, что есть даже специальная наука на этот счет. Но я не буду это рассказывать, я жду видео от Светы, очень подробное. Она нам в чате рассказала об этом, очень интересно. Поэтому мы ждем видео от Светы и будем его смотреть, и будем точно так же все это делать. Ну вот, девчонки, давайте. На этом я заканчиваю очень коротко. Такая спонтанная планерочка получилась. Я очень хочу, чтобы вы тоже начали записывать свои вот такие вот видео, делиться своими мыслями, делиться своими наработками, делиться какими-то своими идеями, потому что каждый из вас чем-то увлекается, мы друг друга дополняем. Нет совершенно двух одинаковых людей, но каким-то образом мы с вами друг к другу притянулись, поэтому мы должны друг друга дополнять, что мы и делаем. И каждый из нас может принести в команду частичку чего-то своего, свои идеи, свои мысли, свои планы. И в общей сложности мы выработаем с вами совместно план наших действий, план нашего роста. Это все необходимо. Я с вами прощаюсь. Все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok